Здравствуйте, меня зовут Антон Бондарев. Я буду рассказывать про SPO и как это SPO можно правильно приготовить, чтобы это было все надежно и безопасно. Я все это буду делать на основе проекта Inbox, одним из разработчиков, которого я являюсь. Собственно, здесь очень много народу. Явно есть новые люди, которые не знают, что такое Inbox. Inbox — это свободная операционная система для встраиваемых систем. На самом деле здесь еще одна важная деталь. Основная идея Inbox — это использовать ПО Linux в более безопасном и детерминированном окружении. Ну, собственно, отсюда я и говорю, что буду рассказывать про надежную безопасную систему, хотя она open-source. Почему возникает вообще такая тематика, что open-source — безопасность, и почему это противоречит друг другу? На самом деле нет. Я сейчас попробую это показать. Но совсем недавно проходил опрос. Журнал «Системный администратор» прислал вот что-то такое. 95% используют open-source решения, но при этом остаются проблемы с внедрением, поддержкой, что это небезопасно и так далее. То есть и в промышленном ПО уже совсем другая картина, что это очень много проэтарных, все закрыто и так далее. Но на самом деле давайте посмотрим, как же вообще создается надежное ПО. Ну, собственно, базовый уровень — это статические анализаторы, которые все знают, все нам на самом деле советуют. Когда я рассказываю, какие мы проблемы столкнулись, нам такие, да что ж вы просто не знаете, что существует статический анализатор. Нет, знаем, это очень хороший инструмент, но только выполняющий определяемые задачи. Гораздо более важным на самом деле являются, например, архитектурные решения, тестирование как базовой, языки высокого уровня. И на самом деле ключевым является процесс разработки. Статические анализаторы. Ну, все знают, что идеальная программа, она занимает ноль строчек кода и выполняет все функции, которые на нее заложены. Но на самом деле с ноль строчек кода не существует программ. И на самом деле есть такой параметр, от которого никогда никто не может уйти. Это количество ошибок в тысячи строчек кода. То есть в промышленном ПО он обычно выше, чем в общепринятом ПО. Понятно, что этот показатель зависит от объема, от сложности проекта. Чем больше проект, чем больше у него связи, тем на самом деле не линейная зависимость, а экспоненциальная такая, изложенная. И вот один из показателей, что это данные с каверити, что на самом деле это неправда, что проприетарное лучше или на самом деле open-source сильно лучше, чем проприетарное. По данным в среднем популярные проекты, которые широко используются, они содержат, open-source проекты, свободные ПО проекты, они содержат меньше количества ошибок, чем проприетарное ПО, но не катастрофически. Когда есть хорошее проприетарное ПО, то достаточно качественно. То есть здесь просто приведены объем кода и количество ошибок. Как я уже и сказал, чем сложнее проект, тем больше ошибок, но вместе с тем, чем более проект используется, тем этот показатель начинает уменьшаться. Архитектура. Я здесь написал архитектуру ОС только потому, что ближе именно операционной системы архитектуры ОС. И на самом деле все знают, что там есть такая классная микроядерная архитектура. А кто-то знает, что был спор, как писать между Тоненбаумом и Торвальдсом, что монолитная или микроядерная. На самом деле ответа, какую использовать архитектуру в вашем ПО нет. То есть для каждой задачи у вас будет правильно использовать эту архитектуру, которая подходит для решения вашей задачи. Средства разработки. Что можно сказать? Сейчас очень мощные средства разработки, которые существенно улучшают качество. Всякий компилятор содержит и флаги, санитайзеры, оптимизацию, то есть погонять под разными дебаггерами, профайлерами. Все это очень сильно улучшает качество. Ну и все знают, что тестирование, такой тест-дривен, как-то тдд. В общем, да, вот, спасибо. То есть существует много разных видов тестирования. То есть самое базовое тестирование — это функциональное, это вы просто запустили, вот тут спрашивали, как запустили, и вообще оно работает. Ну это самое базовое тестирование. Дальше есть куча других тестирований, которые существенно тоже все это улучшают. И на самом деле, почему я говорю про процесс разработки, потому что для… уже довольно давно было… как это… замечено, и вот был правильный вопрос, какой вы процесс разработки используете. Существует даже стандарт, который определяет процесс разработки для надежных систем. называется он DO-178 в международном и КТ-178 в российском варианте. Собственно, он содержит, что вы должны сначала задать концепцию, придумать требования, вот эти, что у вас будет функциональность. После этого вы детализируете, ну, разрабатываете, собственно, саму систему, и после этого вы начинаете всякие тестирования, и когда у вас не сходится, вы возвращаетесь к начальной фазе и уточняете все эти требования и детализируете и так далее. На самом деле, в мире давно пытаются оценить, как же хорошо-плохо. один из параметров, я уже сказал, количество ошибок на тысячу строчек кода. Но на самом деле есть такой common критерия, который позволяет задать, насколько у вас вообще готово поло. То есть это называется вычислимый уровень надежности, доверия, скорее. То есть их семь уровней, и вот если мы посмотрим, то самый нижний уровень, как я уже сказал, это функциональное протестирование. То есть вы вообще скомпилили, запустили, оно у вас собралось и что-то делает. Ну и так далее. Постепенно мы приходим к тому, что оно должно быть еще и отревьюено, а вот дальше мы приходим к тому, что у нас все это должно быть автоматизировано. То есть не ручками, там кто-то, человеку свойственно ошибаться, а вот именно формально мы написали какие-то требования и пытаемся их формально протестировать на соответствие тому, что это работает. Ну, по сути дела, что предыдущие докладчики и, наверное, пытались сделать такую своеобразную полуавтоматическую проверку гипотезы. Самый верхний уровень — это формально верифицированный, математически доказано, что у вас правильно работает программа. Например, считается, что существует только одна, наверное, операционная система, наверное, все ее знают, это L4, точнее ее вариант SEL4, который формально верифицированный, то есть микроядро, которое формально верифицировано и доказано, что оно работает правильно. При этом как оно было сделано, то есть ядро было написано на Haskell, после этого было сгенерено уже исходники и оно просто скомпилилось. И вот тут подходим к еще одному очень важному моменту — языки высокого уровня. Буду про управление памятью говорить. Также отмечу, вот был рефал. Функциональные языки, они очень сильно позволяют уменьшить количество ошибок. Но еще, например, если вам нужно написать распределенную систему, а у вас есть уже язык Erlang, то возьмите язык Erlang, и он вам проверит, что у вас сообщения семантически будут правильно ходить. То есть это будет уже на языке, на самом языке. Если вам нужно сделать какое-то формальное описание, добавить, это всякие DSL-языки. Если так задуматься, то в стандарте надо как-то описывать вот эти требования, тестирование и так далее. Этим занимаются DSL-языки для дополнительной информации, которой можно это все привести к одному единому знаменателю. Ну и, наконец, мы возвращаемся к конференции, на которой мы все собрались, СПО. Чем характеризуется СПО? Это прежде всего, на самом деле, высокая переиспользуемость кода. То есть, если так задуматься, то это такой фазинг, когда очень много-много вариантов в разных юзкейсах все проверено, на разных входных данных и так далее. И чем популярнее проект, тем больше он прошел тестирование и у него улучшается код таким. Естественно, поскольку это именно open-source проект, СПО-проект, на который вы, например, можете влиять, то есть вы можете повлиять, закоммитить, повести эту разработку в свое направление, то вы можете в своих целях начать применять тестирование, анализ кода и так далее и начать контрибьютировать в интересующий вас ваш проект, тем самым улучшая и систему, и связи этого модуля базового. Собственно, Inbox. Inbox, как я уже сказал, он и задумывался изначально как нечто, скажем так, не то чтобы надежное, чем Linux, но в некоторых условиях действительно предоставляющий более надежную систему. И отсюда у нас появились все варианты тестирования и юнит-тестирования, интеграционное тестирование, то есть мы добавляли профилировщики, санитайзеры, то есть прогоняли коверити-сканом, это было в процессе разработки. И одно из главных, два пункта, которые нижние, это главный пункт, это DSL-язык, то, что я сказал, он позволяет формально описать наши требования, которые что-то после этого их формально же проверять. И наверное, ключевым является это использование СПО именно за счет того, что широко используемые проекты, разрабатываемые активным сообществом, оно стоит дешевле и получается более качественное. То есть главное, что его нужно правильно связать. Итак, на мой взгляд, если вы говорите, что у вас СПО ненадежно, то вы его просто не умеете готовить. Собственно, СПО оно более надежно и безопасно за счет именно за счет широкого использования возможности влиять на ситуацию и собственно отсюда улучшается качество кода. Но необходимо все эти вещи встраивать именно в процесс разработки конечного продукта. Вот я с первым докладчиком полностью согласен, что неважно открытый код, закрытый код, у вас есть продукт, который вы все равно разрабатываете. И там важны именно процессы разработки. Базарный какой-то стиль он все равно вам в конечном итоге приводит к каким-то процессам разработки. И средства, заложенные в имбокс, позволяют выстраивать качественные процессы для построения надежных безопасных систем. Спасибо. Жги. Ну, как я тебе говорил, доклады, я посмотрел заранее еще, то, что ты собираешь рассказывать, не увидел ничего, и поэтому спрашиваю, а в чем именно фишка опенсорса для того, что ты сказал? Берем домашний код, его можно также статически проверять, его также можно ревьюить. У тебя что? Есть тысяча глаз, которые смотрят и находят ошибки? Это один возможный пример опенсорса. Или ты используешь сервер Coverity Scan, который бесплатен для опенсорса. Или ты используешь PWS Studio, который, если ты скажешь, что ты опенсорс и отрекламируешь их блоги, дадут тебе вместо четырех тысяч долларов бесплатно свой этот самый. В чем фишка именно опенсорса для вот этого? Для имбокса доклад был на примере в этом я специализируюсь, я этим живу. Но он построен именно как SPO, где SPO в надежных системах. SPO в надежных системах, вот имбокс более надежный. Нужно для системы добавить модбас. Мы берем готовую библиотеку, которая всеми используется. Берем надежный OpenSSL, который используется всем. Модбас. И ее используют. То есть эти тысячи глаз они уже точно посмотрели. Если мы начнем… Тысячи глаз смотрели 20 лет на OpenSSL, после чего разродилось вот это все. 2016 годов, кто-нибудь не помнит. А после чего вы, OpenSSL занималась два криптографа за 200 баксов и все такое. И там все дыряво абсолютно полностью и беспроводно. Потом начали чинить. Но та же абсолютная ситуация может быть в проприторном вещи. И 100% она воспроизведется, если я, как криптограф буду писать аналог. Можно вопрос такой. Я так понимаю, это система реального времени для встроенных систем. Вот я как представляю себе систему реального времени для встроенных систем, я вижу, я скачиваю код, вот он минимум, и дальше я на этой основе под свою конкретную апатуру начинаю творить. Все, что было там внутри может быть надежно. А дальше получается какая-то или вы имеете в виду, что у вас на все случаи жизни есть драйвера? Нет, на все случаи жизни нет драйверов, конечно, это наша проблема, но зато у нас есть на все случаи жизни функциональное ПО, потому что мы используем. себя представляют? Я понимаю, диспетчер задачи, еще что, какие, я вот знаю, что такое операционная система реального времени, я сам кусочек ее, когда мне нужно, затранслировал, она маленькая, я всегда сам могу проверить. Вы тут говорите, это куча модулей, мне становится страшно, а это система реального времени. Система реального времени не должна быть маленькой и не должна быть быстрой. Реальное время от нереального отличается только от того, что у нее гарантированное время ответа. Она может тебе ничего не ответить, просто время возврата должно быть. Нет, там обычно применяется во встроенных системах, где... Ее на Visual Basic можно написать система реального времени. Будет херовая система реального времени, но она будет. Она не загонит туда в эти маленькие устройства. Нет, система реального времени не обязательно должна работать на маленькие устройства. Я говорю про встроенные системы. Это другие системы. Это тоже системы. Смотрите, вы заблуждаетесь. Хорошо. Система реального времени, посмотрите, мы придумали другой подход. Он не случайный. То, что вы говорите, я там свою операционную систему, я начал с того, что СПО лучше только в том случае, если вы используете готовое. Используем готовую библиотеку LibModBus. Ваш подход как раз, то, что я критикую… Это не мой подход, это тот, который я с этим знаком. Вы с этим знакомы. Ваш подход, извините, вы с другим подходом. Я говорю, что СПО позволяет переиспользовать код… Это не относится к СПО, там тоже СПО, там тоже такой же СПО. Причем тут… Коллеги, давайте это в куларах продолжим. Еще вопросы есть? Так, а что делать, если заказчик возражает против публикации кода, используемого в программном обеспечении? В частности, из-за опасения уязвимости на любого дня? Так, смотрите, без лицензии, именно мы используем копилевт, по сути дела, именно из-за того, что у нас встроена система, и часть заказчиков говорит, у нас есть небольшие куски, которые мы… Например, там, система без опасности. Мы ее не хотим открывать. Это там принципиальная их позиция. Мы там не хотим открывать некоторые аппаратные части. Это их принципиальная позиция. Поэтому у нас такая лицензия. То есть, отвечая на ваш вопрос, мы всем рекомендуем открывать, например, Ембокс, единственная легальная операционная система, которая работает на архитектуре Эльбрус. У нас подписан договор с НССТ. То есть мы все официально… Извините, пожалуйста, я просто… Я хочу спросить. Насколько я знаю, ваше программное обеспечение, оно под лицензией BSD выпускается. Правильно? Так вот, BSD ни разу не копилевтные лицензии, это вас кто-то обманул. Так я сказал, мы не копилевтную используем. Я сказал, прямо сказал, мы используем не копилевтную лицензию. И это я обосновал. Почему мы используем не копилевтную? Просто послышалось наоборот. Нет, мы используем не копилевтную. Коллеги, у нас сейчас кофе-брейк, поэтому давайте, кто хочет обменяться мнениями, продолжим это за кофе. И вкусняшка. Спасибо. В 16.40 продолжение.